В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Ему вдруг представляется эта торжественная полночь, это повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицание, Христос Воскрес, который заменяет в этот день все другие приветствия. И этот поцелуй, который только раздается у нас, и он готов уже воскликнуть только в одной России, праздновать этот день так, как ему следует праздноваться. Но это все мечта. И она исчезнет вдруг, как только он на самом деле перенесется в Россию. И хотя бы даже только припомнит этот день, как день какой-то полусонной беготни и суеты. Ну, для проформы разве что какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, дабы показать подчиненным чиновникам своим, как следует любить своего брата. И там какой-нибудь отсталый патриот с досадой на молодежь, который бронит старинные русские наши обычаи, утверждая, что ничего у нас нет, прокричит громко, у нас все есть. И семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи мы свои исполняем, и долг свой, так, как нигде в Европе. И народ у нас на удивление всем. Нет невидимых знаков дела, и не в патриотических возгласах, и не в поцелуи инвалиду, а в том, чтобы в самом деле в этот день посмотреть на человека, как на лучшую свою драгоценность, и обнять и прижать его к себе, как нероднейшего брата, ибо узы нас с ним связывающие, в несколько раз крепче земного и кровного отства нашего, ибо породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз ближайшему нам нашего земного отца. И в этот день мы в своей истинной семье, у него самого в дому. И в этот день, в этот святой день празднует свое святое небесное братство, все человечество до единого, все человечество, не исключив из него ни одного человека. Но на этом-то дне, как на пробном камне, видишь, как бредны все его христианские стремления, и как все они на самом-то деле лишь в мыслях, мечтах, а не в деле. Если на самом деле придется ему в этот день обнять своего брата, это его не обнимет. Все человечество готов обнять как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие. Один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить его, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества, один, несогласный с ним, в каких-то ничтожных человеческих мнениях, он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества, один, более других, страждущих душевными своими язвами, своих душевных недостатков, и более других требующих сострадания к себе, он оттолкнет его и не обнимет. И достанется это объятие только тем, которые ничем еще его не оскорбили, с которыми не имел в случае столкнуться, которые он вообще не видел никогда, в глаза да и не знал. Вот какое объятие готовит всему человечеству человек нынешнего века. Сейчас именно тот самый, который думает про себя, что он истинный человек и любит. несовершенный христианин. Христианин. Выгнали на улицу Христа в лазарет и в больнице, на место того, чтобы призвать его к себе в дом и под родную крышу свою. И думают, что они христиане. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...